Приветствую вас! Ну, мысли у вас совершенно точно правильные, то есть в правильном направлении вы движетесь, говоря о том, что вы жертва, вы действительно жертва в этой ситуации, которая сложилась, потому что вы выбрали, ну вот, вы выбрали такого человека, да, выбрали такого мужчину, вот, но... дело не только в жертвенности, но и в том, как она, эта жертвенность стала вообще говорить на вас возможным, да, как и почему она стала на вас возможным, жертвенность. Это очень важно понять, потому что жертвенность становится в одной, благодаря некому страху, например, благодаря некому страху ответственности, благодаря некому страху... эээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээ который можно, к примеру, охарактеризовать как «Матушка Хаббат», то есть сценарий «Матушки Хаббат». Вы можете почитать про него, про данный сценарий, вот, вы можете почитать. Вы можете, значит, поисследовать его, вот. То есть вы взваливаете на себя очень много, да? А, слишком много. И, ну, конечно же, наверное, есть некие причины, по которым это происходит. Причины, по, причины, точнее, на которые вам нужно обратить свое внимание, в первую очередь. Если мы, допустим, с вами это сделаем, вот, если вы, ну, сможете, к примеру, определить для себя этот момент, почему вы продолжаете находиться в этих отношениях, что, к примеру, вы, ну, допустим, получаете об этом, да? А вот, то мне кажется, что ситуация будет, в принципе, решена. Вот. Такая вот история. Я думаю, что это первое, что вам можно открыть. Вот. А дальше обратите, пожалуйста, внимание на то, что очень много людей вокруг вас, которые пытаются вам что-то вот показать, там, что-то доказать, которые пытаются вам что-то советовать. вот, на самом деле, большая проблема, потому что, потому что все это мешает очень сильно вам действовать как-то свободно. Вот. Действовать свободно, действовать адекватно. Действовать так, как вам хотелось бы. Вот. И мне кажется, что это тоже такая крайне важная история, на которую желательно обратить внимание. Вот. Это крайне важная история. Поэтому здесь важно понять, какую выгоду вы конкретно для себя получаете, допустим. Да. Ну, находясь вот в такого рода отношениях. Вот. И что хотите лично вы. Если у вас действительно, например, садомазогистическое поведение, то, на мой взгляд, очень важно определять то, почему вы выбрали именно, ну, именно такую модель поведения. Связано ли это, например, как там с вашей мамой или нет? Если связано, то как связано, если связано, то почему связано, да? Вот. То есть все это очень важно понять. Ну и, конечно же, вы позволяете, вы позволяете своему мужчине вести себя таким образом. По какой-то причине, которую знаете, вероятнее всего, что только вы. Вот. Мы этого не знаем, мы этого можем не знать, и это нормально. Вот. Дальше. Вы говорите, что вы не погладите. Что это значит? Потому что, на мой взгляд, это, ну, достаточно, довольно общая информация. Информация. Что вы не погладите. Что вы не погладите. То есть, с чего вы решили, что вы не погладите, как это проявляется, и, ну, что за этим стоит? Нет. Вот именно за тем, что вы, как вы говорите, не докладите. А, ну, стоит ли что-то за этим? Если стоит, то что стоит? Да? Далее, вы говорите, что я не женственная. А какая вы тогда? То есть, если вы не женственная, если вы не женственная, то какая тогда, если не женственная? Вот. А можете ли вы быть не женственная, если вы женщина? Женщина. Ну и, соответственно, какие чувства у вас вызывает ваш муж, да, откуда только агрессия, это тоже нужно разобрать. На этом все. Я надеюсь, что помог вам. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен за его оценку в качестве лучшего. Я желаю вам всего самого доброго и удачи! Спасибо. Спасибо.